Здравствуйте, друзья! Давно мы не беседовали на тему инструмента, и сегодняшний инструментальный ликбез будет в основном посвящен столярной тематике. Инструмент скопился у меня за довольно большой промежуток времени, и часть из него я привез с фестиваля столярного дела, который проходил в этом году в Санкт-Петербурге. Некоторые инструменты уже видавшие виды, он очень старый, а некоторые совершенно новые, потому что я его только что купил. Но не делайте поспешных выводов. Так же, как вы равняетесь на меня при просмотре моих видеороликов, мастер-классов или инструментальных ликбезов, так же и я равняюсь на других мастеров. Я знаком с очень многими знаменитыми мастерами. Это Александр и Сергей Кутузовы, Александр и Арсений Воробьёвы, Сергей Саблин, Александр Каштанов, Всеволод Борисович Полтавцев, Фёдор Алексеевич Бондарев, так же наш мастер японского столярного искусства Виктор Мещеряков. Я надеюсь, мастера, которых я не назвал, не обидятся на меня, но перечислять можно бесконечно. И этих мастеров я очень уважаю и абсолютно доверяю их мнению. Общаясь с такими мастерами лично, я не только перенимаю опыт, но также у меня есть возможность пощупать инструмент и попробовать его в работе. Ну и плюс, конечно же, всевозможные мероприятия. Поэтому, если я вам рассказываю о, например, вот таком вот разметочном рейсмусе Диктум, который я только что достал из коробки, это не означает, что я его только что купил и хочу вам что-то продать. Это означает, что этим инструментом я уже поработал и оценил его. Я понимаю, что мои обзоры инструмента и инструментальные ликбезы могут восприниматься неоднозначно. И многие считают, что всё это халява. Ну, спешу развеять ваши сомнения. Это вот только часть тех чеков, которые я привёз в фестивале столярного дела из Питера. Это я покупал какую-то мелочёвку, различные рубанки, разметочный и измерительный инструмент, ну и ценники. Вот они. Сейчас ещё что-то упало. Так, что тут у нас ещё? Вот такие ценники. То есть я, конечно, потратил невменяемую кучу денег, но надо сказать, что я к этому мероприятию готовился полгода. И, соответственно, копил деньги. Вот у нас тут ещё упало. Это я покупал какой-то рубанок. Возможно, я бездумно покупаю инструмент, но, с другой стороны, хорошим инструментом приятно работать. К тому же у меня растут два пацана. Если какой-то инструмент не пригодится мне, я надеюсь, что он пригодится им. Извиняюсь за длительное вступление. Давайте перейдём непосредственно к обзору инструмента. Я специально загородил долгожданную новинку, которую привёз в фестивале. Это новинка для обработки древесины. Насадки Манпа. О них многие спрашивали, многие видели их в западных роликах. И вот, наконец-то, эти насадки появились в свободной продаже у нас в России. Естественно, в магазине рубанков.ру. Помимо насадок Манпа, здесь также представлены различные диски для предварительной черновой обдирки. Вот этот диск, кстати, я вам показывал. А вот этот диск я привёз, будем его тестировать. Также мы рассмотрим вот такой диск Arbatec Turbo Plane. Я о нём мечтал два года, всё не решался его купить, но всё-таки решил, что он мне просто необходим. И, кстати, инициатором такой покупки был Сергей Саблин. Я посмотрел этот диск в работе у него на канале и, впечатлившись, купил его. Также я обязательно расскажу о стамесках. Это японские столярные стамески и плотницкие стамески Петроград. Ну и плюс ещё небольшое количество. Это заточные камушки. Снова у нас Milk Paint, то есть молочная краска. И масло камелия. Оно нужно для обработки инструмента, для того, чтобы он не ржавел. Начнём, пожалуй, с измерительного и разметочного инструмента. Он вроде бы как самый простой, но самый необходимый в мастерской. Потому что от него зависит точность, качество и удобство выполняемой работы. Здесь представлены три угольника. Угломер. Специальное приспособление для выставления малки. Вот такая маленькая линеечка. Малка. Немножко позорная. Ей отдельно уделю пару слов. Специальный японский угольник для разметки углов 45 градусов. На двух сторонах одновременно. И вот такой вот ярунок Marples. Начнём с угольников. Верхний угольник это Shinwa. Знаменитый японский производитель. Угольник очень точный, очень удобный и хороший. Нижний угольник это другой производитель. С виду они одинаковые. Различаются только размером линейки и размером колодки. Но по факту есть различия и очень большие. Здесь колодка выходит почти на угол 45 градусов. Здесь она немножко смещена. Ширина линейки и колодки составляет 40 миллиметров. Как в этом угольнике, так и в этом. Это очень удобно, потому что можно сразу отчерчивать нужный размер. Очень часто бывает нужно отложить 40 миллиметров, потому что с сороковой доской лично мне приходится работать часто. Угольники различаются толщиной линейки. У Shinwa линейка намного толще, и это его преимущество. Но коренные отличия этих угольников в разметке на линейках. Давайте посмотрим на Shinwa. Разметка по верхней линейке начинается от внешнего угла. Разметка по внутренней стороне тоже начинается от наружной части колодки. Лично мне такая разметка не очень нравится. Очень часто приходится измерять что-нибудь от наружного угла, и приходится вычитать 4 сантиметра. Соответственно, в этом угольнике отчет производится как по внутреннему углу, так и по наружному. И мы сразу видим нужное значение. Теперь перевернем угольники и снова сравним. На этом угольнике разметка точно такая же, как и с противоположной стороны. А вот если мы посмотрим на угольник Shinwa, здесь все сделано наоборот. Как по верхней, так и по нижней шкале отчет производится от конца линейки. А не от угла. Вот в этих линейках как раз очень большое преимущество Shinwa. Например, если нам нужно измерить толщину деталей или глубину паза, то мы устанавливаем угольник колодкой на плоскость. Но этого мы не сможем сделать, если нужно сделать замер в тесном пространстве. Shinwa в этом плане сильно выигрывает. Линейку можно установить в любое место. То есть при работе с Shinwa можно пользоваться только одним угольником. При работе вот с таким угольником периодически придется пользоваться обычной линейкой. Один инструмент против двух. Хотя и тот и другой инструмент мне очень нравится и точность у них очень высокая. Следующий угольник с перемещаемой колодкой Empire. Покупал я его у Владимира Куликова. Не знаю, чего он производил, но приехал он из Штатов. Понятное дело, что можно пользоваться как обычной линейкой, также откладывать углы 90 или 45 градусов. Причем 45 градусов откладывается намного удобнее, чем в стандартном угольнике, потому что площадь здесь больше. Уверен, многие видели такие угольники. Китайцы сейчас производят их огромное количество. Но китайские неудобны тем, что на них нанесена метрическая и дюймовая разметка. Да и сам металл такой, что он через некоторое время распухает, трескается. И у меня вот такой угольник был китайский, он просто рассыпался в хлам. Я его вот так взял рукой, сжал и получил кучу крошек. Мне этот угольник в первую очередь нужен как разметочный рейсмус, для того, чтобы можно было отчерчивать линию карандашом. Выставляем требуемый размер, например, 30 или 25 миллиметров. Фиксируем винтом. И теперь, пользуясь карандашом, можно отчертить линию. Конечно, этот способ не очень точный. Он нужен в основном для предварительной разметки. Но для более точной разметки придется воспользоваться разметочным ножом. Хотя это не самый лучший вариант, потому что нож имеет свойство убегать. К тому же нож вы прикладываете к металлу, и от этого он портится. Также этим угольником можно пользоваться как неким подобием штангенциркуля, для того, чтобы замерить глубину какого-то отверстия или паза. Колодку ставим на поверхность, линейку утапливаем и затягиваем винт. Пользоваться таким способом не всегда удобно. Можно просто приложить линейку и посмотреть значение. Однако такой тип угольника бывает очень полезен, а в ряде случаев просто незаменим. Например, когда нам нужно замерить перепад высот между двумя плоскостями, которые не сходятся по одной линии. Например, есть какая-то фаска или ступенька. Естественно, ни о каких измерениях при помощи линейки быть не может. И вот здесь приходит на выручку как раз этот угольник. Базу устанавливаем на плоскость и опускаем линейку. Вот теперь хорошо видно, что перепад между двумя плоскостями равен 7 мм. Угольники подобного типа чаще всего используются для плотницких работ. Здесь есть встроенный уровень, который позволяет примерно выставить какую-то деталь. В столярных угольниках пузырькового уровня нет. Чаще всего здесь есть чертилка, по которой можно делать разметку. Но опять же, эта чертилка чаще всего нужна для плотницких работ, потому что она надрывает древесину. Но у таких угольников, которые правильно изготовлены по технологии, есть одно преимущество. В пазу вы можете видеть две металлические колодки. Корпус угольника сделан из силуминового сплава. Этот материал не является прочным. А вот для того, чтобы линейка не натирала себе место и не вносила погрешностей, и сделаны вот эти вот две стальные пластинки. Причем, если по каким-то причинам этот угольник потерял точность, то эти площадки можно слегка подточить. Но, конечно же, это нужно делать очень аккуратно. И таким образом к угольнику вернется его точность. Чуть не забыл еще про один японский угольник. Японский угольник Шинва. Более подробно о них можно посмотреть на канале у Виктора Мещерякова. Ссылку я дам в описании к этому видео. Угольник имеет сантиметровую разметку как с одной, так и с другой стороны. Этот угольник более столярный. Есть аналогичные угольники, плотницкие. У них на оборотной стороне еще есть дополнительная разметка, которая позволяет, например, найти центр бревна или какие-то другие размеры. Шинка такого угольника имеет специальный профиль. Посредине есть небольшая выемка, ложбинка с одной и с другой стороны. А краешки немножко сходятся на клин. Но не на острый клин, естественно. Такая форма позволяет угольнику лучше удерживаться на поверхности. То есть даже если его изогнуть и приложить к поверхности, он не скользит. И по нему вполне можно производить разметку. Он не сдвигается. Ну а если придавить его двумя пальцами, то сместить его практически невозможно. Для сравнения покажу обычную советскую линейку, которая, наверное, мне ровесница. Малейшей нагрузки сбоку хватает для того, чтобы она соскользнула и провернулась. Лично для меня в этом угольнике есть один небольшой минус. Во-первых, разметка по внутренней части начинается от наружной части шинки. Каждый раз нужно отнимать 15 миллиметров. Вот это мне, конечно, не нравится. Правда, ассортимент у шинвы очень большой. И поэтому можно купить угольник, у которого внутренняя разметка начинается от внутреннего угла. И еще лично для меня плюс такого угольника, что его можно использовать как слесарный поверочный. У меня, конечно, есть и классические слесарные поверочные угольники. Это старые советские. Еще самый крупный у меня лежит на чердаке. Он все время под рукой, чтобы выставлять параллельный упор фуганка. Шинка здесь, естественно, имеет параллельные стороны. А вот отсюда, начиная с отметки 2 сантиметра, она сходится чуть-чуть в угол. То есть здесь угол не 90 градусов, а чуть-чуть меньше. Вот на просвет, видите, есть небольшая щелочка. Для металлообработки это очень полезно. На детали чаще всего образуются заусенцы, и заусенец не должен носить погрешность. Если сравнить с классическим слесарным угольником, видите, здесь сделана выемка. Она делается на всех угольниках, и как раз нужна для того, чтобы заусенец не мешал измерениям. Ну и надо сказать, что точность такого угольника очень высокая. Следующий инструмент это такой специфический, но очень полезный японский угольник. Он имеет вид трапеции с дополнительной площадкой. И здесь сделано окошечко. Оно имеет определенный размер и определенное положение. При помощи этого угольника можно сразу отметить и 90, и 45 градусов для заусовки. Деление не доходит до острого края, поэтому здесь ориентироваться можно только приблизительно. Но базовый размер есть. Здесь у нас 60 миллиметров. Также и по этой шкале не очень удобно производить измерения, потому что в зависимости от того, под каким углом мы смотрим на линейку, показания могут изменяться. Несмотря на некоторые неудобства, связанные со считыванием или установкой разметки, все-таки этот угольник очень хорош. Хороший он прежде всего тем, что он очень удобный и очень точный. Очень подробно о таких угольниках рассказал Виктор Мещеряков. Еще раз напомню, ссылка в описании к видео. Здесь же вы видите маленькая линеечка старик. Очень хорошая и очень точная. Но прежде чем рассказывать о ней, сначала покажу вам длинные линейки, которыми я пользуюсь. Прежде всего, это советская линейка из нержавейки, которая, наверное, мне ровесница. Очень хорошая, очень точная линейка. Правда, немножко уже пострадала и загнулась. Но все равно пользоваться ей очень удобно. Чем она хороша? Тем, что ноль является нулем. И можно смело производить отсчет от начала. При выборе линейки на это нужно обращать внимание в первую очередь. Ну и потом, конечно же, если есть чем сравнить, нужно сравнить разметку. На советских линейках разметка была всегда честная и хорошая. Это еще одна линейка. Она не китайская, она тоже советская. Линейка метровая. Тоже видавшая виды. Даже написан ГОСТ. С одной стороны разметка в одну сторону, с другой в другую. В принципе, пользоваться удобно. Линейка имеет неплохую точность, но все-таки она не идеальна. Если посмотреть вот здесь на ребро, то видно, что оно шлифованное. А вот здесь поверхность просто рубленная. То есть, ее вырубили из полосы, где-то кое-как отшлифовали, но не довели работу до нужной кондиции. Вторая метровая линейка – это обычный Энкор. Купил я ее недавно. И, в принципе, она меня устраивает почти всем. Но терпеть не могу вот эту разметку по полмиллиметра. Пользоваться ей совершенно невозможно, потому что просто рябит в глазах. Вообще не знаю, кто придумал такую разметку, но за это лично я руки бы поотрубал. Эта линейка тоже довольно точная. И, в принципе, она даже удобнее, чем советская. Несмотря на то, что эта метровая линейка бытовая, все-таки у нее уже толстая шинка и хорошо шлифованный край. Если сложить две линейки вместе, то разметка полностью совпадает. Поэтому сейчас эта линейка ушла на пенсию, а пользуюсь в основном вот этой. А теперь линейка старит. Это, скажем так, недешевая линейка. Но взял я ее не просто так. Здесь все шлифованное. И не просто драная какой-то наждачка, а действительно шлифована с высоким качеством. Она имеет длину всего 140 миллиметров. Разметка с одной стороны в одну сторону, с другой в другую. И то же самое сделано с другой стороны. Причем, обратите внимание, на одной стороне ноль находится слева, если перевернуть, ноль находится справа. И вот здесь сделана обычная миллиметровая разметка и разметка по полмиллиметра. Но здесь полмиллиметровая разметка существенно отличается от того, что я показывал на инкоре. И вообще, ключевой момент на покупке была разметка. Обратите внимание, 5 миллиметров самое длинное деление, А вот на обычной линейке бывает путаешься между смежными показаниями. Здесь второй и третий миллиметр, а также седьмой и восьмой, выделены более длинными штрихами. В разметке эта линейка очень удобна. Это, пожалуй, лучшее, что я встречал. А теперь посмотрим на шкалу с ценой деления полмиллиметра. Вот при такой ступенчатой разметке, где второй, третий, седьмой и восьмой миллиметры выделены, здесь можно пользоваться полумиллиметровыми отметками. Здесь в глазах уже не рябит. Вот давайте просто сравним. На обычных линейках здесь просто каша. А здесь в каждые полмиллиметра уже отдельно хорошо видно. Линейка сделана из очень хорошей стали. Она очень упругая, очень жесткая. Сталь здесь используется инструментальная. Имеет четкий размер 140 миллиметров. Ну и, естественно, ее можно использовать даже как поверочную. Вот такие вещи приобретаются один раз и навсегда. Да, еще забыл сказать, здесь очень глубокая гравировка. И линии очень тоненькие. То есть эта линейка, наверное, еще будет работать у внуков и правнуков. Даже если она заржавеет, ее достаточно будет прошлифовать на водном камушке, снять ржавчину, и деления снова станут видны. Следующий измерительный инструмент – это обычный штангенциркуль. Это опять та же самая шинва. Инструмент, конечно, не столярный по большей части. Все-таки слесарный. Ну, очень хороший, очень точный. Самое главное – маленький. И его можно просто положить в карман. Он будет всегда под рукой. Если сравнить со стандартом штангенциркулем, то видите разницу в размере. Еще один плюс – это в два раза большая шкала Нониуса. Здесь, видите, она растянута на 19 мм, здесь на 39 мм. По этой шкале Нониуса намного легче ориентироваться. Ну и разметка здесь очень тоненькая. Примерно в два раза тоньше, чем на вот этом советском штангенциркуле. В итоге маленький штангенциркуль намного удобнее и намного точнее. А теперь отложим линейные средства измерения и перейдем к разметке углов. Первый инструмент, который, наверное, есть или был у всех – это обычный транспортир. Это инкор. Ну, понятное дело, что ни о какой точности здесь не может быть и речи. Следующий инструмент вот такой позорный, страшный, но, тем не менее, очень функциональный. Обычная малка. Я ее пилил-перепиливал для того, чтобы колодка не выступала за пределы линейки. Потому что изначально она была очень широкая и здесь выступала. Иногда приходится воспользоваться линейкой, но чаще всего я применяю эту малку только для выставления нужных углов. Углы выставлять приходится по транспортиру, либо по каким-то эталонам. Хотел было в Питере купить дорогую красивую малку от Marples, но ребята меня отговорили. В принципе, малку можно сделать и самому, даже, например, из вот этой линейки. Просто сменить колодку на более цивилизованную. Как бы то ни было, этот инструмент вполне позволяет выставить нужный угол, хорошо зажать, чтобы линейка не двигалась и производить разметку. И в продолжении малок разметки и выставления углов покажу вот такой небольшой пример. Буквально три дня назад пришлось выставить угол 22,5 градуса. Ориентироваться было не от чего, поэтому пришлось делать вот такие вот построения. Сначала построил треугольник 100 на 100, поделил пополам, продолжил. Здесь отложил 100, провел еще линию, поделил пополам и получил 22,5 градуса. Согласитесь, это долго, неудобно и не очень точно. Но вот этой точности мне тут раз хватило. Если же точность нужна столярная, то для этого есть вот такое замечательное приспособление. Честно говоря, даже не знаю, почему я раньше его не купил. Это шаблон для выставления углов веритаз. Здесь есть винт с накаткой, мы его ослабляем и можем передвинуть колодку в любое место. На колодке снизу есть две резиновые вставки для того, чтобы надежно зафиксировать ее на пластинке. Во-первых, здесь нанесены углы. На наружной шкале нанесены углы от 0 до 35 градусов. Для выставления колодку нужно поравнять по двум отметкам, на одной и на другой стороне. При больших углах колодка просто не достает до краев, и для этого сделана внутренняя шкала. Также 35 градусов и до 60. Ну давайте, например, установим угол 55 градусов. А вот теперь малку прикладываем к шаблону, устанавливаем колодку и зажимаем. Колодку можно перевернуть на другую сторону, и здесь есть другая разметка. Так, с одной и с другой стороны здесь линеечка, начинается от нуля. Здесь вопросов нет, никаких полмиллиметровых разметок, все отлично. Здесь же разметка под ласточкины хвосты, например, 14 градусов, или в одну или в другую сторону. Для каждого угла одна линия является продолжением другой. Или вот, 7,5 градусов. И еще одна шкала, которая нужна, если вы собираетесь делать многоугольники. Разметка начинается от заусовки для пятиугольника, дальше 6, 7, 8, 9, 10. Максимальный 24 угла можно соединить. Ну и далее технология та же самая. Выставляем колодку, ориентируем и выставляем по ней малку, и запиливаем углы. Так что в итоге имеем вот такой полезный шаблон. Да, забыл сказать, но я думаю, вы и сами заметили, что здесь разметка идет по полградуса. И соответственно, то же самое на внутренней шкале. И следующий, предпоследний инструмент, это ярунок. Фирма Marples. Ну, я бы не сказал, что это предмет первой необходимости, потому что есть различные шаблоны, есть малки, есть угольники и тому подобные приспособления. Просто, ну вот, захотелось себе купить. Очень удобен он тем, что везде, где бы я ни взял, я получу угол 45 градусов. А он бывает нужен чаще всего. Ну и кроме того, выглядит он очень симпатично, а красивым инструментом приятно работать. Единственное, на чем заострил внимание, это вот эти латунные или бронзовые накладки. Они выполняют как декоративные функции, собственно говоря, это действительно красиво. Также у них есть свой функционал. Если бы колодка была деревянная, то она постепенно стиралась бы, и этот ярунок потерял бы точность. А латунь, естественно, не сотрется никак. И последний измерительный инструмент на сегодня, это рулетка. Вообще, рулетка в собирательном смысле этого слова. Есть рулетки, конечно, очень хорошие и качественные, есть рулетки дешевые. И мы, конечно же, всегда пользуемся дешевыми рулетками, не понимая разницы между хорошими и плохими. Но давайте все-таки немножко о рулетках поговорим более подробно. Самое главное в рулетке, это разметка. Для плотницких работ ее вполне хватает. Но если говорить о столярных, то, увы. Приложу рулетку к линейке, вот ноль уже не является нулем. Здесь есть погрешность примерно две десятки. Теперь, если мы растянем рулетку на всю длину, то видим, что расхождение уже чуть-чуть больше. То есть, разметка у рулетки не очень точная. Но это не говорит о том, что ей пользоваться нельзя. Большое расхождение появляется, как правило, только на больших длинах. В пределах маленьких отрезков рулетками вполне можно пользоваться. Единственное, на что обращайте внимание. Если вы начали работу на каком-то объекте, то не нужно иметь пять рулеток. Каждый из рулеток имеет свою погрешность. И при измерении разными рулетками разных деталей, потом эти детали, естественно, не сойдутся. Но если пользоваться везде одной и той же рулеткой, то тогда всё будет сходиться хорошо. Ну и по части измерений. Никогда не пользуйтесь крючками и зацепами. Измерение всегда нужно производить от какого-то промежуточного значения. Так и видно гораздо лучше, и погрешностей нет. Ну и ещё, что плохо в рулетках. Когда мы её отпускаем, она ударяется о колодку. И, естественно, у нас погрешность постепенно нарастает. Из-за того, что этот язычок постепенно сдёргивается всё дальше и дальше. И ещё по поводу рулеток. Я уже об этом рассказывал. На всех рулетках без исключения хвостик немножко болтается. Это не брак производства. Так должно быть. Должно быть обязательно во всех рулетках. Заклёпки, на которых держится хвостик, ни в коем случае нельзя расклёпывать. Болтающийся хвостик нужен для того, чтобы скомпенсировать толщину язычка. Если мы цепляем рулетку за край, то язычок отходит. И мы точно видим расстояние. 50 миллиметров. Если же нам нужно померить расстояние не от края, а от какого-то препятствия, в этом случае язычок мы упираем. И получаем всё те же 50 миллиметров. Ну и самая главная мысль. Если вы всё же надумали пользоваться рулетками, то рулетка должна быть дорогая и качественная. Ну и как логическое завершение измерительной темы, пару слов о разметке. Это мой новый разметочный рейсмус Диктум. Я уже показывал разметочный рейсмус Веритас с микроподстройкой. Он очень удобен, но правда штука очень дорогая. По функционалу этот рейсмус немножко уступает Веритасовскому, потому что не имеет микроподстройки. Здесь штук выставляется и фиксируется винтом. Но для того, чтобы получить точность до десятых долей, можно воспользоваться штангенциркулем. Например, нам нужно выставить 21,5 миллиметр. Это показание фиксируем. И по этому размеру выставляем нож. То есть это тоже не создаёт никаких проблем. Просто нужен ещё один инструмент. Веритасовский рейсмус круглый, но он имеет небольшое смещение. Здесь снята фаска. Это делается специально для того, чтобы рейсмус не покатился по рабочей поверхности, не упал. Если он упадёт ножом, то, естественно, нож расколется, придётся его менять. Здесь за счёт фаски рейсмус надёжно лежит на поверхности, и он не покатится. На штоке есть разметка, снизу метрическая, сверху дюймовая. Кстати говоря, всё-таки многие мастера пользуются дюймами. Говорят, что в некоторых случаях это очень удобно. Но по сравнению с веритасовским, у этого рейсмуса есть одна особенность, и мне кажется, что это некоторый плюс. А может быть, это минус. Ролик у этого рейсмуса не крутится, он прикручен намертво. Естественно, он острый, потому что заточен, но заточен не так сильно, как это сделано у веритаса. У веритаса заточка практически бритвенная. Здесь, если присмотреться, то можно видеть лёгкий отблеск. Однако при этом такой рейсмус всё равно делает очень хорошую разметку, потому что здесь идеально перпендикулярная плоскость к штоку. Он даёт очень хорошую глубокую и чёткую разметку. Наверняка сейчас многие из вас скажут, зачем же нужен ролик, если он не заточенный, нужно его заточить. Я бы не стал этого делать. И причина очень проста. При разметке в тот момент, когда нож сходит с детали, вы неизбежно попадаете на палец. И вот с веритасовским рейсмусом у меня постоянно палец надсечённый. А иногда он даже надрезает кожу. И довольно сильно. Этот рейсмус по качеству разметки не уступает, но зато пальцы не режет. Более подробно и более грамотно о разметочных рейсмусах различных производителей и типов рассказывал Сергей Клейн. Ссылку на это видео я приведу в описании. Вот на этом сегодня, пожалуй, мы и остановимся. Казалось бы, это всего лишь линейки и угольники. Но и про них можно много о чём рассказать. Следующая часть инструментального ликбеза будет посвящена дискам для деревообработки, для скульптурной резьбы по дереву. Ну и постараюсь туда же вместить рубанки и стамески. Не забывайте заглянуть в описание, поставить оценку к этому видео и поделиться им с друзьями. И на этом я с вами сегодня прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. До новых встреч!